Сергей Черняков, капитан в отставке, дважды побывавший на Северном Кавказе. По указу Ельцина в 1991 году в районе Осетина-Ингушского конфликта была введена зона чрезвычайного положения. Туда Сергей Викторович отправился в командировку в отряде милиции. Поначалу задание по наведению порядка казалось простым, но уже в Чечне они узнали о том, что банды проходят серьезную спецподготовку. Задерживая арабов с партиями оружия и амуницией, спецназовцы понимали – это только начало. Во второй раз в Чеченской республике Сергей Викторович побывал уже в 2004 году. В то время смута переросла в настоящий вооруженный конфликт. В составе сводного отряда милиции от Краснодарского края он собирал информацию, проводил зачистки и конфисковывал оружие. Вот называют там Чеченская первая, там вторая компания. Что-то очень бровадно так это все звучит с компанией. На самом деле, мало кто сейчас говорит, наверное, о том, что действительно была война. Причем война внутри своего государства, которой многие из нас не были готовы. Эти предметы – трофеи с боевой операцией. Отряды спецназа попали в засаду во время задержания араба. Он поставлял террористам оружие. Боевики первыми начали перестрелку и выдали свое местоположение. Сергей Черняков не привык хвастаться наградами. Однако больше всего дорожит памятным крестом честь и доблесть спецназа. Очень тяжело говорить о тех событиях, тем более о потере ребят. Вот у меня есть фотографии в альбоме, где еще вчера мы сидели за общим столом, а под утром, как я уже сказал, мне пришлось вытаскивать одного из них из адреса с тяжелыми ранениями. И фактически в результате полученных ранений человек скончался. Это было два брата-близнеца. Один из них остался жив, а второй у нас на руках умер. Этот вооруженный конфликт был отмечен в истории современной России как один из самых кровопролитных. Из Чечни не вернулось почти 30 анапчан. В этот день во всей стране проводятся митинги и круглые столы. Память о погибших навсегда останется в истории нашего города. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.